Вновь к ситуации в Новочебоксарске. Мы уже рассказывали, что более недели назад жители Новочебоксарска жаловались на неприятный запах хлора и гари. Тогда специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. Вчера прокуратура города Спутника, представители Роспотребнадзора и Федерального медика биологического агентства вновь вернулись к этой теме. Вместе с ними в Новочебоксарске побывала наша съемочная группа. Специалисты Роспотребнадзора и ФМБА провели контрольные замеры по различным адресам. Концентрация хлора и гидрохлорида была в полтора раза больше. Да, действительно, 7 числа подтвердилось в нескольких частях города повышенный фон. На сегодняшний день в городе существует штаб из всех служб и подразделений, кто имеет возможность в том числе в наличии лаборатории проводить определенные анализы проб воздуха. 8, 9, 10 и по сегодняшний день у нас все в норме. Прокуратура города Спутника по факту загрязнения атмосферного воздуха возбудила уголовное дело. Источник выясняется. В ходе расследования будут назначены и приведены соответствующие экспертизы, приведены следствия действия для того, чтобы установить источник загрязнения. Ход расследования находится на контроле прокуратуры города. В городе Спутники находятся несколько промышленных предприятий, которые используют в своем производстве хлор. В больших масштабах его производят химпром. Поэтому проверку начали с него. Сотрудники МВД произвели съемку с квадрокоптера, сняли территорий других промышленных предприятий. На камерах отчетливо видно большое скопление выбросов в виде облака. Мы осуществляем федеральный госсанопитнадзор в отношении ПАО «Химпром». И в результате ежедневного мониторинга нами контролируется санитарно-защитная зона ПАО «Химпром» и контрольные точки на территории города Новочебоксарска. В них мы ежедневно отбираем пробы атмосферного воздуха и аккредитовная лаборатория анализирует воздух на соответствии предельно допустимым концентрациям. В период с 7 по 11 число порядка 200 проб было проанализировано. Анализы проводились на вещества, специфичные для деятельности ПАО «Химпром» и ряда предприятий, расположенных на его территории. До 7 числа специалисты нашей лаборатории фиксировали превышение по хлору и по гидрохлориду. В последующие дни превышения зарегистрировано не было. Директор ПАО «Химпром» утверждает, что на заводе работает целая система контроля, защиты и предупреждения возможных выбросов. Завод строился не для этих целей. Завод строился для выпуска от совершенно других видов химической продукции. И его инфраструктура, в том числе для нейтрализации, была рассчитана на гораздо большие и более вредные вещи, чем то, что мы делаем сейчас. Мы поднадзорны, бесконечно, постоянно поднадзорны. Действительно, мы являемся особо опасным производственным объектом. Мы очень много производим опасных, вредных веществ, но мы умеем с ними обращаться. Делать выводы пока рано. Идет расследование. Нам открыто показали всю систему защиты, которая есть на «Химпроме», о тех мерах, которые предпринимает и предпринимал завод для избежания подобных ситуаций. Выводы делать рано. Будем работать над тем, чтобы минимизировать вероятность повторения такой ситуации в дальнейшем. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика.